Здравствуйте, меня зовут Николай Ивановна, я отчетована Министерством здравоохранения Украины как биоэнергоинформотерапевт. Сейчас говорят, что-то там, какое-то там, луна какая-то, и эмоции прут, и какой-то негатив, и все остальное. Я сейчас с желанием все записывать, какие-то возмущения, мне жалко зрителей, и возмущаюсь блогерами. Знаете, сегодня еще хочу записать возмущение, ну какое возмущение, ради бога. Ютуб не предложил маму отличника. Я ее за весь период, как узнала, что есть такая блогер, в общей сложности, наверное, за несколько лет я просмотрела, ну не знаю, 20-30 видео, понятно, что я их не считала. И, ну, ходит женщина, вечно жующая, вечно готовящая, потом она худеющая, потом она опять жующая, жрущая. Ну, интересного там смотреть нечего. Мне, например, нравится посмотреть, с удовольствием я смотрю одну женщину из Казахстана, профессора, ей, кажется, 82 года. Там есть что послушать. Ну, а что тратить время на вечную жующую мадам Брошкину? То она разыгрывала комедию из мужа своего, какого-то делала там секс-гиганта, который приставал. Ну, я так понимаю, эта вся комедия была разыграна, чтобы мужа подальше от себя... Ой, господи, извините, он такой лавералас, как я балерина. Ой, ну, нет слов, ладно, я не за это. Где-то полтора года назад, опять же, Ютуб там предложил, я посмотрела её видео, пыталась посмотреть, там, кажется, была трансляция. Или что-то, вот я сейчас не помню, где-то больше уже полтора года. Я посмотрела на эту женщину с совершенно другим взглядом. Я не хочу на эту тему разговаривать, но мне настолько не понравилось, как она ходила и торжествовала, и орала. И такая была крутая. Это было отвратительно. Четыре месяца назад Ютуб мне предложил, она там лечилась воспалением лёгких. Зашла, думаю, ну, милая моя. А это, вы знаете, так как у меня сейчас какая-то неделя защиты зрителей, увидела название «Как вы надоели комментаторши всезнайки учат жить всех». Да, комментарии бывают разные, и, извините, за столько лет не научиться правильно реагировать на комментарии, да, как говорят, у нас 50% биороботов, что от них ожидать? Ой. И, послушайте, почему я решила опять защитить зрителей? Чё, куда пошли? Я говорю, фирменный магазин. Какой? Она говорит, какой? Я говорю, фирменский, фирменный. Она, ну, там же всё очень дорого. Я говорю, а ты куда пошла? Она говорит, я в аптеку пошла. Я говорю, тогда лучше буду в фирменный магазин ходить, в баночку красной икры кушать раз в месяц, чем я 1400 рублей. Ну, заговорили о таблетках, сколько лекарства стоит, она мне давай цену говорит на лекарства, на свои. То есть она пошла в аптеку почти на 3600 рублей, а она наберёт лекарств, не столько необходимых. И будет есть, ездить, выбирать, где подешевле. Я вообще вот эти разговоры не люблю. Где подешевле, там на 5 копеек, да, усраться. Буду я по всему, по сей нафиг ходить. Вот, так я лучше на эти деньги буду хорошие продукты покупать. Девочки, пишите в комментариях, правильно я думаю или нет. Ну, необходимые продукты. Вот моцарылочку, допустим, там клубочек я взяла 100 рублей, 2 клубочка взяла 200 рублей на моцарылу. Так это натуральные продукты, понимаете? Икорочку взяла, 1400. Так мне на сколько её хватит? А это ж необходимые продукты. Это витамин. Это витамины. Я не ем полуфабрикаты. Я не покупаю пельмени. Чтобы просто, знаете, ну я... Она не ест полуфабрикаты. Холодильник с полуфабрикатами, пельменями, каким это там, всем остальным. Могу один раз поесть их, да? Ну, чтобы каждый день вот эти пельмени покупные. И это дело не в том, что есть деньги или нет денег. Это дело в том, что люди просто перестают готовить. Перестают готовить. Сама пошла накупила это видео, если смотреть. Плод от того, что даже картошки, пюрешку, салатики и всё остальное. У дамы что-то, мадамы что-то с головой. Ну, я пошла, купила, допустим, винегрет готовый, купила салатик вкусный готовый. Это всё свеженькое, всё готовится при вас. Это всё не залежавшее. Да, обязательно. Вчерашнее перемешивается с сегодняшним. Или, допустим, пирожок. 60 рублей пирожок с капустой. Шикарный пирожок. Шикарный за 60 рублей. Понятно, что можно постряпать самой. Но это есть и семья. А если ты одна, ты не будешь заводить это тесто. Я вам точно говорю. Потому что настряпаешь эти пирожков, там ни один, ни два. А один пирожок купили с капустой, не с красной, вот с такой хорошей капустой. Ты его просто разогрела и съела. Пришла ко мне знакомая, я разогрела эти пирожки. Один, который я вам показывала уже. Один с капустой, один с луком с яйцом. Заварила очень хорошего чая, мед открыла, варенье. Мы посидели с ней так хорошо. Она говорит, я никогда эти пирожки не покупаю дорого. Я говорю, а булка, которая в магните или в пятерочке, я не покупаю там булки. Вот эти вот, ну, которые в упаковках. С хлебокомбината. Я их не покупаю, потому что там пальмовое масло. А запах сразу. Я их не покупаю. Она говорит, не, я лучше куплю четыре булочки таких. Мне надолго их хватит. В общем, все по-разному. И вот будет сидеть женщина, зрительница. Ну, дорогая моя, у каждого, как я говорю, свои программы. И не каждый может стать вот таким блогером. Ну, повезло, что твои дети, я так понимаю, дети подсуетились. И благодаря детям она тоже стала раскрученной блогер. Хорошо, имеешь ты денег. Ты не хочешь, тебя учили. Ну, дорогая, зачем? Что здесь вот в этих там, сколько там, пять минут, сколько она говорила на эту тему. Ведь она унизила практически всех зрителей. Ту женщину, с которой она говорила. Это говорится о чем, если вот так перевести. Вы все нищеброды. Потому что вы не можете себе купить икорку, красную рыбку. Ой, и вы поэтому болеете. А вот если я ем пирожок, так я ем пирожок за 60 рублей. Правда же? Я же не ем там какие-то копеечные с пятерочки еще где-то там булочки. Идет унижение зрителей. Ее ведь смотрят простые женщины. У которых зарплаты очень маленькие. И, конечно, эти женщины будут экономить эти деньги. И за этих 60 рублей она купит не один пирожок, а купит, я не знаю, какие там цены. Наверное, 4-5, сколько она там купит, я не знаю. И русских блогеров я не смотрю. Вот иногда, если что-то вот так выскочит. Ну, почему я вот так возмутилась? Понимаете? Возмутилась за то видео полтора года назад. И здесь, понимаете, сидит женщина. Она 64-го года рождения. Яна от нее на 6 лет старше. Сидит измученная, уставшая. Нет сил женщина. И она пытается зацепить своих зрителей, а потом возмущается, что ей пишут гадости. Почему? Если ты провоцируешь, так будь добра и не реагируй. А почему я говорю, не реагируй? У него воспаление легких было. И я так понимаю, что это уже не первый раз. И я так немножечко посмотрела. Легкие посмотрела кишечник. Это то, что в первую очередь надо в таких ситуациях смотреть. У него в ужаснейшем состоянии легкие и в ужаснейшем состоянии кишечник. Тот образ жизни дорогой, крутой, с икоркой, которую даже и нюхать не стоит, потому что там консерванты. И никаких там витаминчиков нет. И не надо дразнить людей и показывать, какая ты богатая и крутая. Не богатая ты и не крутая. Если ты идешь и покупаешь икорочку, это нищеброды гуляют, как я называю. Есть и в нас там вот, рассказывала. О красной рыбке, крашенной и выращенной на кукурузе, сое и с добавлением роста и прочее. Вы что думаете, что вы в магазинах покупаете настоящую красную рыбу, выращенную естественным способом? Нет, такие, как она, ее не покупают. Потому что в тех магазинах их не продают. И не надо вот эти пальцы растопыривать и унижать зрителей. Простых, обычных женщин. Она тоже простая, обычная. Но просто по воле судьбы и по своей программе она получила вот такую славу, от которой она уже устала, от которой у нее уже сил нет. И имеет деньги. И так, что вот здесь у нее заинтересована в деньгах и связях с мужчинами? Мелочная. Мелочная она. Хороший продавец указывает на богатство. Вот это ее 33,6. Первые и вторые цифры расчетные. Это матрица, я говорю, за квадрат Пифагора. Вот она должна была прийти к этому. Она должна была стать богатой. И она их имеет. И использует еще энергии прошлые, 29-11, знак королевских амбиций. Но в чем ее проблема в этой мадаме Брошкиной? У нее три девятки, а это горе от ума. Слишком много помнят, ведут себя высокомерно. И 9-9, нет восьмерки, нет чувства долга и все остальное восьмерки. Обидчивость. Помнят все, причем склонны в проблемах обвинять не себя, а окружающих. И вот это я зачитываю, тогда я объясню дальше. 4, нет восьмерки, жесткий и даже жестокий человек. Поэтому она так и с мужем себя ведет, поэтому она вот так и ведет себя с зрителями. Она зрителей накручивает и думает, что это круто будет смотреть и писать это. Нет уже у нее сил. Почему она обижается, просто сейчас здесь ее фото, ну видео, я смотрю на нее. Почему такая обида? Вот такая сидит обиженка и пытается обидеть всех, кто смотрит ее видео. И что, контент, да? Ну, пробуешь ты обидеть. Ну, значит, ты на чего? Чего обижаешься, дорогая? Обижаться надо только на себя. Постоянное раздражение, постоянная обида. Поэтому кишечник, иммунитета там и нет. И будут эти простуды, и будут эти воспаления легкие, и будут серьезные проблемы. И она уже настолько наобижалась и назлилась, что уже энергия у нее онкобольного человека. И пройдет год-два, или сколько там времени пройдет, я особенно не диагностировала его. И я не исключу, что у нее будет онкология в тех же легких, или в кишечнике, или еще где-то там. Не собираюсь ее серьезно диагностировать. Вам повезло. Вы вовремя вскочили в этот YouTube. Вас люди смотрят за то. Ну, у нее есть человек-позитив распространяет любовь к жизни. Любовь к жизни какой? Пожрать, потрепать языком, порекламировать Василек. Любовь к жизни, к жрачке и тряпкам. Вот эта любовь к жизни, которую она хорошо продает, и люди смотрят, приводит к вот такой 59 лет развалюхе, которой нет сил уже жить, нет уже никакого интереса, нет сил уже даже эту еду готовить. Вот такая я сегодня злая. Это не я виновата. Эта луна как-то там она 2-3 дня до и 2-3 дня после. Вот такая жесть. Это в нее где-то 6 дней назад, это видео. Ну, я не знаю, когда я ее загружу. Понимаете, не надо торжествовать над чужим горем, не надо радоваться. Тогда, ой, не будет энергии онкобольного человека, и не будет вот такой потухший взгляд и неинтересную жизнь. Думайте, живите осознанно все-таки, думайте, над чем вы радуетесь. Война коснется, может так, что случится, коснется всех. Нас здесь она коснулась. Не радуйтесь там, не радуйтесь. Потому что этой радостью над горем чужим придете расплачиваться болезнями. Вот такая она жесть. Вот такая она штука. Обижая других, жди, что обидит тебя. Я думала, что она умнее. И была в ней, конечно, разочарована полтора года назад. И вот в это видео показывать людям, что вы ничто и никак, потому что вы не можете купить свою гекорку. Поэтому вы тратите деньги на таблетки. Милая моя, тебе придется потратить столько денег на таблетки. И чем это закончится, и как время покажет. Здоровья всем, душевной доброты и сочувствия. Всего всем хорошего. До свидания.